По статистике, чаще всего люди жалуются на погоду. То снег, то дождь, то холодно, то жарко. В любом случае, нашему человеку угодить сложно. Как поется в одной песне, главнее всего погода в доме, а все остальное легко уладить с помощью зонта. Например, спрятаться от дождя, которого сегодня, судя по всему, не предвидится. Все-таки надо было посмотреть прогноз погоды, чтобы не попасть в просаг. В такой ситуации может оказаться каждый. А все потому, что элементарно не проверяет прогнозы синоптиков. При составлении синоптических карт Гидромедцентру не обойтись без помощи метеорологов, которые, в свою очередь, следят за количеством осадков, давлением, температурой воздуха, за ветром и даже за облаками и их границами. Каждые три часа в любую погоду метеоролог обязан выйти на метеоплощадку и по плану производства наблюдения сделать наблюдение. Мачта-флюгер с тяжелой доской, анимарумбометр, снегомерные рейки – все это приборы, без которых невозможно провести ни один мониторинг. Смотрите, у нас даже вот осадкомер Третьякова, да, вот, обязательно должен носик направлен на север и обязательно закрыт крышечкой. Почему? Потому что если на юг будет, то будет дополнительное свепарение. Следят и за температурой поверхности почвы. Показания снимают с помощью трех термометров. Например, чтобы определить температурный минимум, на градуснике нужно подвести специальный штифт. Это психометрическая будка, и в ней установлено 4 термометра, 2 вертикальных и 2 горизонтальных. Вертикальные определяют фактическую температуру воздуха и параметры влажности, а горизонтальные фиксируют минимальную и максимальные показатели температуры. Провести наблюдение – полдела. Дальше фиксируем все данные в специальной программе для верного расчета. Каждая цифра должна находиться на своем месте, иначе прогноз будет неверным. Наталья Жадько, Сергей Козырь. Утро нового дня.